Итак, сейчас мы протестируем краски, так называемые металлики производства Невская палитра. Они акварельные, продаются вот уже в таких вот кюветочках небольших. Я вставила их просто в коробку. Ну вот они здесь не все, их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. И мы их протестируем на прозрачной бумажке, чтобы вы их видели, какой они имеют цвет и тон. И также я взяла вот набор цветных бумажек и мы посмотрим, как они будут работать по цветной бумаге, насколько они кроющие. Итак, приступим. Так, первый цвет у нас, но я их слегка размочила, то есть водичкой в любом случае акварель надо слегка смачивать или сбрызнуть или кисточкой. Вот первая у нас краска. Это такая свет светлое такое серебро. Значит, на белой бумаге она дает только такой перламутровый тон и в общем-то по тону совсем светлая, как бы не видно. Так, попробуем его на различных бумажках. Да, вот я пользуюсь кисточкой синтетика плюс колонок производства Рублева. Вот, чтобы вы видели, как кисти в работе. Это кисти смешанного волоса, очень хорошо держит форму, упругая кисть. Так, вот попробовали на синем тоне, на фиолетовом, на красном. Вот похожие, да, бумаги. Значит, в принципе, вот один раз вот это серебро перекрыть можно, да, декоративный эффект. Ну, это может быть в росписи, в живописи иногда это используется. Так, возьмем такой золотой вариант. Опять же, я пробую его, вот краска, как она выглядит на бумаге, насколько она круче, да, как она ложится на синей бумаге и на другую виду бумаг. Видите, можно, в принципе, краску на цветной бумаге, если ее взять хорошо на кисть, в один раз положить. Так, давайте следующую, пап, пап, такого бронзового, такой золото-бронзовый оттенок. Так, вот так она выглядит на палитре. И продолжаем пробовать ее уже на цветных листочках. Ну, то есть, это такой уже промежуточный вариант, я бы сказала, золото и бронзы, да, не откровенно красный. Так, вот такое состаренное уже как бы серебро, как бы я так сказала, уже такое не белое, а такое старое серебро оттенок. Так, вот так он выглядит. Так, и смотрим, опять же, то есть, он более имеет темный оттенок относительно первого варианта серебряного, да, более такой, как будто с патиной. Так, следующий у нас, ну, такая уже чистая бронза, такая красная. Такой красно-коричневый оттенок. Так, ну и смотрим на синих, на красных. Вот так он выглядит. И последний красный цвет, да, это вот такая, я не знаю, как это назвать, точно не помню, как эта краска называлась, когда была завернута, у них у всех оригинальные названия, да, но я назову ее старое золото, что ли, такой цвет, такой с зеленцой, это золото. Не знаю, может быть, какое-то название, ну, то есть, оно точно было, но еще раз уточню. Так, смотрим, вот это золото такое благородное вот здесь на красный и вот здесь. Ну, такие достаточно плотные, то есть, когда они высохнут, конечно, где-то что-то можно перекрыть второй раз, но, в принципе, на цветных бумагах вы видите, что достаточно было одного раза это изображение нанести, чтобы, в общем-то, получить довольно плотное покрытие, которое в каких-то декоративных работах может быть, да. Вот, сейчас оно подсохнет, посмотрим, не как оно, вот оно уже где высохло, да, не остается ли это золото на руках, как говорится, да. Ну, все металлики, они могут слегка-слегка отдавать, ну, в принципе, если вы связующего достаточно, да, краска должна плотно на бумаге лежать и уже никуда не слетать, вот, а вообще, вот я, например, сейчас пробую даже акварель, купила специальный лак, закреплять на самом деле, тоже можно от ультрафиолета слегка сбрызгивать, это должен быть лак на спиртовой основе, вот, с пульверизатором, потом отдельное видео об этом сделаю и поделюсь этим новым для меня тоже опытом, так как раньше я какими-то кустарными лаками для волос пользовалась, какие-то наброски, а акварель я вообще никогда не защищала, но вот сейчас я тоже на эту тему думаю. Всем спасибо, до новых встреч!